Конечно. Вы знаете, во времена сухого закона в 80-х годах в Советском Союзе, во-первых, уменьшилось количество смертей, во-вторых, увеличилась рождаемость, и люди, правда, меньше пили. Я вас уверяю, что вот такие методы приводят к тому, что люди начинают меньше курить, меньше умирать от последствий курения, и начинают жить и радоваться этой жизни. Поэтому я всячески это поддерживаю. Единственная проблема, которая мне видится, это заставить общество эти законы соблюдать. Потому что для того, чтобы они соблюдались, недостаточно только репрессивного механизма, недостаточно того, чтобы милиционеры ходили и штрафовали. Надо, чтобы все общество начало именно так к этому относиться. Не жалеть курильщика, а говорить, ну хочешь курить, иди к себе домой и кури. А не говорить, ну ладно, я потерплю, ты покури. Вот тогда, только при том, в той ситуации, когда все общество захочет избавиться от этой болезни, это болезнь, так вот, это зависимость. Я говорю вам, как бывший курильщик. Значит, вот когда общество заставит избавить само себя от этой зависимости, я вас уверяю, всем станет лучше, и тогда этот закон можно будет соблюдать. Иначе это будет опять профанация, опять скажут, ну вот хороший закон, но не исполняется, давайте опять везде будем курить. Вот пока так.